всем привет дорогие друзья вы на канале смотри учись с вами игорь и миша и сегодня будем смотреть за третьей позиции джакиро на них этого героя не смотрели ну и опять же как там это сейчас очень сильно поднадоело хотим что-то новое записывать так то есть фбшка внезапная получилась приятный бонус убили реки чаще и завосхитил приятно так что стараемся сейчас немного разнообразить наши реплейчики все-таки до патча не так долго осталось так что вот хочется чем такое посмотреть каких-нибудь джекиросов вот такие героев которых но не часто пик как например вчера мы медового рубика тоже смотрели кайфовая каточка была так что надеюсь тут тоже будет все как надо такой нестандартный герой это китайский паблик 135 ранг вот и тут будет ну такой джекирос такой герой конечно забытый довольно редко его пикают но тут бьют будет через грифсы в принципе если на героя можно собрать грифсы так герой играбельный сейчас это так работает на третьей позиции грифсы супер металлый айтем и как раз вот джекирос в принципе идеально под эти грифсы звучит потому что опять же много активных кнопок соответственно но есть нужда в арканах благодаря этим активным кнопкам плюс герой достаточно плотный и с этими грифсами будет еще сложнее его осилить то есть неубиваемый будет вот и соответственно может такое сработать на на третью позицию так что вот обязаны посмотреть все таки на третью позицию сейчас часто экспериментирует на просто они на первом счет тройку вич доктора пикают вот вчера по моему была игра spirit против орешки короче я не знаю как у них команда называют просто по риду или вредных орешки круче называю вот они пикали вич доктора вообще тройку тоже на него грифсы покупали с виспом правда вот они и выиграли карту спирит прикольно это выглядело так что ну много какие герои могут сработать главное чтобы на них просто грифсы круто смотрелись тогда даже вот такие вот джеки россович докторы могут спокойно завозить птс и на ровном месте так ну и кстати тут пока что ланится хорошо в принципе линия у него должна быть простая там пассивная достаточно линия спектра которая просто будет терпеть и реки пятерка реки тоже особо ничего сделать нему не может первое время так что тут по идее с линии никаких проблем быть не должно возможно не даже эту линию смогут выиграть но посмотрим все таки спектра там с мангусами может очень хорошо терпеть со стиками она манга не купила кстати удивительно некоторые ваще аж по 6 мангу покупают на спектре нынче просто чтобы было куча хаппоригена чтобы проще терпеть ладно в общем не суть научимся играть на 732 джеки росси но после небольшой рекламной паузы а вы тоже не празднуйте свой день рождения и никого не поздравляете но увидев день рождения тесте я сразу же передумал ведь тут появились новые сундуки с мультикастами и новый ивент где за каждый уровень дают шмотки а за каждые пятнадцатый клёвые арканы а на последнем уровне вас ждет топовый предмет все вещи которые я выбил вышли в 40 раз дешевле чем стиме но и никуда не делся апгрейд и контракты также есть топ игроков где бруно получил аркану вводи наш промокод и получает пятнадцати процентный бонус к пополнению и сундук удачи всем привет джекира когда-то был нереальный метр и на третьей позиции играли через три нулика через пастовый вич блэйд очень дпс и стыбл такой джекирос и статя реки немножко пыкует но реки со стиками также спокойно и скепиться а важный момент что у джекира первый скилл на первом уровне практически не дамажит вас второй скиллпоинт дэмэдж удваивает и дэмэдж же чувствуется даже сопротивляющие джекироса зачастую экономит ману до третьего левла и персонаж в изменах очень уверенно себя чувствует . 60 на первом уровне очень большой пол здоровья брони тоже для рейджи века достаточно много когда это был прораст силы 3 сейчас ослабили прорастила вообще принципе было много таких незначительных изменений джекира из-за чего он перестал как корды пейсер играться но при этом он гораздо увереннее ленин сейчас за счет того что ликвид фаерка дышится меньше раньше было 20 15 5 4 по моему так или что-то около того извините 20 15 10 4 сейчас уже на втором скиллпоинт шакира очень круто выгодится им третьим скиллом дэмэдж тоже поднимали но при этом стал куда мягче и самое главное нулики не дисплей амплифай раньше три нуля вич блэйд и любой герой умирает за 1 3 под вич плейдом опять же на ману есть теперь в конце который даже подешевле будет чем 20 к но прислови что быть и накоплен и потом грядится в грифсы самый синайдем патча видимо практически в каждой игре на очень неожиданных героях визажник когда скрыть сами не играл например сейчас играют фурион иногда залетают большая которая всегда как кирис хардерис миды играл играет со 100 микросами теперь у джекира на думе даже иногда гривцы покупают некоторые команды когда например вот в китае вас в основном китае часто видео на гиписе что вы брали на тройку думать и гривцы вот если например драфт жадный на 2 кора жадных помимо дума чтобы прям не быть супер жадными до того можно вот на на думчанку взять себе гривцы в принципе тоже хорошая тема то что опять же с арканцами приятно играть на думе мать и не залагала судя по всему сразу после убийства пока такой серва кстати китайский китайский искал там с 3 по усе на паке кидай с первым занимаются чем европейцы кстати но может быть уголосточная за кстати у меня на нем на режим кстати из-за курса в одной из игр а кто на паке а стрип и все извини у нас три синхрон режима просто опять поэтому немножко заторможенный вот бы все равно так не показался он уже давно в профессиональных командах не играет просто повер никогда аватарку не меняет и вот я его всегда по аватарке вычисляю обидно уже лет пять наверно этот морфлинг на аватарке лен по ощущениям очень много xp забирал но и сейчас благо оставил джеки родного на линия запущена в его сторону и спектра чувствуете достаточно скованный начиная с третьего уровня джекира прямо очень смертоносный не ударить его практически нереально из минусов марте все равно максимальная скорость атаки а пока больше на способности полагается опа смотри мстит за то что паузе ли стрекал сетель сам до паузу xd написал вообще сейчас соответственно не надо режимом в доте сообщение в честь вроде бы нет последний раз когда я с ним играл андрей плейк сообщения есть странно причем они на режиме изначально не мутил игроков он так скрывал никнейм и название гильдии чтобы с ними разучились также и должно быть она я прям на сто процентов помню это мне не приснилось что она не на режим мне сделал мутал чат взялся первые в тройку я в себе арканцы и все те спектра даже крипам не подходит джекера тут просто на free xp на 3 гауди стоит спокойного фармит грисы еще не за горами ну да тут опять же тут в принципе выбор без выбора гресса надо прям первым артефактом рашить как ты сказал вот наверно самый идеальный герой щас по цепи все это ну да пашка на тройку удп между прочим 60 процентов эндрейт на хайма мэри это самый популярный у файнер сейчас на хаймар кстати фрикел приятно вот сам популярная файнер и винрейт 60 процентов так что дпшка тоже герой несложные покупать и грифсы все купили грифсы в принципе там не сложно не играть третий за максимум иногда можно первый ситуация максить подар концы из память на линии так напали напали тут конечно в бойте на джекера живет опять же герой плотный достаточно поэтому на принципе для файна хорошо подходит мэйн атрибут интеллект казалось бы саппортик такой да но на деле прирост силы там до большой по идее 2 и 5 нормальный это уменьшено еще уменьшено ну в чем в плане пони хп у него проблем нету с этим вот благодаря грифсам у него там и броня появляется ну и активка грифсов весь убить довольно сложно такую тушу и очень противные скиллы единственная проблема этому спи тот же кира и неповоротливость так в принципе рабочий играл ответе под первым скиллом спекли вообще 270 моспида но опять же вы видите втроем не могут усилить то что очень жирный герой у него еще и стики где живут еще и на развороте сейчас на пакосте второй раз убьет от варики не на кайфовый кайфовый гимп сам обожаю джекера прикольно было когда герой был в мете через вич блэйд по моему на нем играли тоже поиграл очень нравилось тоже несложный и максимально приятный в управлении причем большая на дуа по грифсов особо никому не было нужно и и пик или но играли с энрейтом в районе 49 или 48 когда пси не рассмотрел и пик ли достаточно резко редко это туда показывает эту большую скрыть сами мои кстати предиктелю что забавно не в видосе про баньшу и настолько крутые персонажи векзе с таким был дом игры с уже кира будет ранее 11 минуту встречается на творчество 5000 пришла тут дровка помочь сломать товар и скорее всего будет оставаться тут фармить вот чрезмерно аккуратно играет он видит марса пакста волна вижу arcane ring просит у дровки на что-то на не хоть а поделилась все-таки показалось что нет вообще не хотелось бы чтобы к нему так рано дровка приходилось даже вышку еще не успел к этому моменту спушите тут его уже прогоняют ну дровки плохая линия была тяжелая у нее 2 смерти и в топе и там уже делать нечего тоже китайская мета кстати обрати внимание в китае пикают тройку марси покупают они армлетт вот новая команда сейчас пассажиров ждетом практически полностью новый состав остался только пятая позиция и на сенс у нее все другой ник бываю смайл как-то так по моему ну а и в общем и на синг тусей три новых игрока и там вот получается они заняли первое место все равно даже полностью обновленным составом в своем регионе в дпс и там они постоянно пикали тройку марсе и там пацанчик покупал каждой игре армлетт на ней фастовый и благодаря этому игроку в китае зародилась мета на тройку марсе и сором летом по столам и он прям реально развалил каждую игру на этой тройке марсе что и можешь под конец банить и начали хоть очень круто в мид он сместился убили двух героев убили пока можно еще и линию пропушить блин джокера бы максимально конечно и для команды крутой герой ну что у них тут описание столько станов на самом теле в команде и под эти стану и очень легко и спасом продлевать у него здесь греча у него есть 20 до леона под эти саны еще есть три умер она блин у них пик прям хорош хорош для драк ранних и вот опять же гривцы они супер хороши под ранние драки так интересно как так вышло дровка по итогу обратно на топ смоталось придется прилетать забирать тут тройную пачку очень конечно не хочется прилетать забирать кучу крипов но пришлось опять же что не сделаешь ради команды находит хочется джекира очень самоотверженный поступок удивительно как дровка отсюда ушла мне тоже не из неистиной мысли это лучший герой в команде для того чтобы фармить древних причем она может на этой статье фармить древних у нее есть вижен на входе на древних линию он она запушила и получается пока фарме древних линия бы вернулась обратно опять же мы смотрели на смесь возможно там четыре пачки было на топе но даже так после этих четырех пачек он оказывается большом лесу древние живут в принципе смотри большой лес он пофармил может перейти на древних джекир этот спушил линию он должен спушить ее сейчас еще раз красность это пришелся если он спушит и сейчас еще раз она гораздо быстрее принесся обратно ядровка сможет фармить либо сам джекирос или за даже грис и получается на 14 минута просто нереальный тайминг единственный минус грифсов когда ты их покупаешь ты не можешь больше арканцы нажимать на ману почему есть конечно ты нигде нибудь в лесу потому что грифсов уж не будет декова вообще спокойно же нажимает когда маленькая можешь можешь очень нажимает на пофиг когда снижали там 30 от 40 упс но все равно мне кажется если нету никакого файт потенциала как-то перемен сейчас он просто в боте фармит ничего ну в этом такого не чтобы для маны нажать ну в идеале разрешен и живая шар концы то просто пока бишь макаешь а скрипцами взяли подумать не пригодится ли ближайшие 40 секунд в идеале рядом с рядом с команда еще нажимать чтобы с юзником там залить мана а так ну вот лишь уже от кдш или сгресса то есть мне кажется что ну что это не так что может спокойно нажимать главное на ситуацию смотреть если позволяет ситуация то нажмите для маны плывка если же собирается драка какая-нибудь например сейчас он умеет идет и пока что игры все не жмакать но сейчас подошел видишь к тем этом и просто для маны залил по сути там у всех это было были фавы и по сути они откажется очень быстро 30 секунд пролетают незаметно именно это имел ввиду арканцы просто жмишь пока да ни о чем не думая с крисами не всегда с крисами нужно думать все надо нужно держать на так или иначе с маной не так сильно страдает даже он позволяет себе раскидываться сейчас интересно что сначала берет форстав оказалось везде есть шарка стал хорошей питьняка на паке через спектра в макро пиро принцел и никто не пострадал по сути кресты нажатые нормально и весь честная сила но в какой момент все так полюбили грязь и не маркнули пассивку теперь порог гораздо высшего гвардия науры потому что раньше гвардия науры была конечно хорошие но начинала работать тогда когда герой же практически мертвый сколько долго центре файты держится кажется мог раньше первый скинуть в арсенал разе не просто купили гривцы собрались 4 мид и вообще ничего противопоставить не могут как-то не рановато уже т2 бьют грубые андам на тенике что докопался до старичка с 3 пусе он там мимо ему еще в чате писал то что топ-2 in the h-h-h-h-h-h что-то такое не знаю даже что из 3 пусс иные не все был чисто между нами нитки боевич блэйд все на такой стадии как будто бы сначала шар хочется потом вич плейд на тени такого но вообще да мне кажется вич будет сейчас не очень актуарен джеки рожда вич блэйд 100 из 100 но если есть возможность шар взять раньше твич блэйд просто первым садом покупали ндд что дотинка просто аурный билд прям супер хорош круто подавили но дамы же не хватило джекира дождь был плюху дать он как-то на жуке сфокусировался так же все можно в пкм выходить как же он не взлюбил этот тавр в медиа ну просто отказывается отсюда уходить до того пытается сломать обратим кантэф от нечем легкий респектра за бродящий реки который конечно противный но урона не наносит и пак который не может зайти fight против леона и тени капец они сейчас просто в т3 попросы серьезно у неранит атрибют просто с 15 минуты когда у них было всего лишь преимущество твит 3000 или 2000 просто приклеились к миду и пусть это кстати крутую фишку все сделал противники нажали глиф и он максимально крипов и заблочил что ни одного этого ореха не успела прилететь по пачке красиво было и благодаря этому будет гроза проще запущу блин чё за бред они сейчас реально игру закончат т3 сломали на 19 минут как раз пуш начался поздравки кризисов и так себя ну да ровко брать бкб на марсе но опять же марсе бкб потратил ульт потратила терпительником драться ничем но та игра как будто даже без дровки играются не просто вчетвером 500 станов приходится и всех выносят кстати все таки не трех героев отдали хотя мы шокиру сейчас ультима это может очень круто постелить и не убьет там хотя бы реки чё на реке видимо догорается отлично еще и виверы сгорел нормально шарт ваша он блин не знаю вещь бэйт у меня почему-то такая ним не совсем уверен что хороший он прям с новыми вот этими билдами аур нами есть такое ощущение что лауры закупиться чуть покруче нижней чем через ведь бой что-то придумал какие-то ауры хочет предложить пайп да напоюсь и столько против пока по ощущениям пак не заслуживает так этого кримсон помойку ну шар да вот шар стопудово мне кажется имеет полное право шар плюс вич blade плюс джекиры же плюха очень унылая чтобы этот шардовый скилл еще долетел старец даже на прессе свечу лидом это проблема решается подарки на руны дерется да ты видел чего нет затолок на 10 уровне прикольно а как он к этому пришел с шардович блэйдом на самое главное левый талант это такое недоразумение персонаж без пока башки без диспела он все равно божественном присутствии джекира не бьет и не ходят может это мисклик 99 процента шансы на миске машине не планировал просто через вичбой ты играть но даже если так этот талант на шестнадцатом уровне выглядит все равно получше чем на она мощно она прокачал помпром даже на 10 джекироса берут правый талант потому что во-первых левой откровенная помойка а во-вторых один правом зала работает шард на миске похоже на что за замесе было нажикировать сейчас такими скрипишь своем исполнении в том числе конечно не темпует жестко пони темпа игре все это просто шедевр предмет кстати он попал судя по всему сверхразум стрелок с этими раны тоже почти попало так я не знаю трансдоровки есть даже если она займет такую позицию как прошлый раз с ней все равно ничего не случится о какой же красота он поставь на у леона или он попал станом благодаря этому и били реки жестко я просто сломали т3 спокойно на ноге и террорисует вот пойти от и не было соблазновать предложить им до 4 по весь мнение не кажется дача кстати критично раньше атаки просто будто стоит дровка с эгисом и джекира время от времени поплевывать шардовым скиллом но джекиры без таланты на раньше таки они там подставится спокойно можно очень рисково звучит но в т4 тем мне кажется намного более дисциплинированно будет по боту пойти более с его здесь сторону сломать а потом уже можно и подумать тем более когда вот так быстро товара падают ну и задаваться ты сам еще почти шансов нету бот вот а4 задавать могут под глиф какой-нибудь хаунд условный отдых у них есть пойми номера не видимо на идеально вот первый гриф пошел они в ответ глиф нажали чтобы крипы пожили ведь как раз он уже этот форстав кстати реализован уже постоянно тиммейтер форстав это не живут благодаря этому тени на таких раполях выжал вы марте в полете прям застанилось еще и стрела по паку спектру правда не попал минус 4 уже шок как же они блин не просто затоптали после покупки гриф софт это 30 полоса тени да это уже лишнее мне кажется читала как-то слишком задушил нет раз надеюсь стран они агису еще не потратили кстати две минуты эгиса остается и уже все фуловые практически благодаря симауром crimson как четырехлистный клевер знаешь и здесь кризис pipe еще и не написал что ему 13 лет если судить по этим паузам тогда все стоит на свои места ну и всем огромное спасибо за просмотр если видео понравилось то обязательно ставьте лайки также не стесняется писать комментарии и мир вам